Для того, чтобы вы не воткнулись в донышко капсы, как это обычно выглядит? Мастер делает вот такое движение, во-первых, становится сразу грязно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева и это дистанционный курс штрих на латексе. Если вы проходите этот курс в рамках нашего вообще большого курса дистанционный мастер, то вы получите вот такую машинку, в рамках курса вы ею сможете работать. Она китайская, она очень простая в настройке, она слабенькая, она ломается. Особенно я бы не рассчитывала ею работать долго и плодотворно, но чтобы пройти аккуратно этот курс, вам этого будет достаточно. Я вам сейчас расскажу, как ей пользоваться. Это модульный аппарат, модуль у него вставляется очень просто. Вы должны вот таким образом его вставить, без излишнего давления и чуть-чуть повернуть. Если остается вот тут щелка, то значит вы вставили не до конца. Надо будет найти положение, в котором он встанет вот так плотно. Этот аппарат работает как от сети, в него вкручивается вот такая его задняя часть. И вот сюда вставляется шнур, как обычно в розетку, включается кнопкой в этом случае, регулируется скорость у него. Скорость это количество возвратно-поступательных движений иглы в секунду. То есть вот эта скорость регулируется вот здесь на рукоятке, в конце машинки. И вы должны работать на минимальной, на максимальной смысла нет. Вы пока не сможете выполнять задания на ней. И лучше всего работать с аккумулятором, который заряжается за ночь. И вам хватит примерно на 2-3 дня работы постоянной. Включается вот в этой части с задней нажимом и удерживанием. И слышите по звуку, регулируется и здесь видно скорость. То же самое, вам нужно работать на самой маленькой, то есть на троечке. Длина иглы регулируется вами и должна вот здесь, вот в этом месте кольцо. И она должна быть не больше 2 миллиметров. И машинка должна, вот если вы набираете пигмент, должна легким прикосновением оставлять, то есть даже звука не слышно, я еле дотрагиваюсь, но уже остается след. Не капает, то есть не повисает капля. Это будет в вашем случае, если вылет иглы будет очень маленький, когда его почти не видно, вот там доля миллиметра. И если вы наберете пигмент, то с большой вероятностью будет пачкать и оставлять такие грязные следы. Поэтому, ну и вы плюс не сможете регулировать линию взглядом, то есть вам будет плохо видно из-за грязи. То есть ваш идеальный вылет, это примерно 1,5-2 миллиметра, чтобы не брызгало и чтобы любое прикосновение оставляла за собой машинка при любом прикосновении след. Если вы сделаете слишком большой вылет, вот максимальный, то вы будете давить сильнее для того, чтобы машинка оставила след. И вы можете привыкнуть к этому давлению, и на коже, на настоящем человеке вы уйдете слишком глубоко. Поэтому не больше 1,5-2 миллиметров и легкое прикосновение. Вот таким образом. То есть еще раз, выключается нажимом долгим и удерживанием на вот эту кнопку, регулируется вылет вот в этой части машинки при помощи прокрутки кольца. И когда вы держите, смотрите за тем, чтобы модуль не отщелкнулся. Потому что иногда некоторые мастера держат прям за модуль, и в процессе закрутят пальцами машинку, и у них модуль может упасть, либо собьется настройка из-за того, что он начинает так слегка болтаться. Поэтому постоянно следите, при включении проверяйте обязательно, какой вылет иглы, чтобы он не был слишком длинным, либо слишком коротким. Ну и вот, она очень простая. В принципе, это все, что вам нужно знать о машинке, для того, чтобы пройти этот курс на латексе. Есть одна особенность. Когда вы набираете пигмент, у вас капса с пигментом, вы должны взять в руки, наклонить и аккуратно сбоку набрать, для того, чтобы вы не воткнулись в донышко капсы. Как это обычно выглядит? Мастер делает вот такое движение. Во-первых, становится сразу грязно. Во-вторых, есть вариант, что кончик иглы вот так загнется крючком. Просто вы этого даже глазом не увидите, но у вас начнет на латексе такой странный оставаться след, будет пачкать. А если это кожа, то это вообще прям плохо. Кожа рвется от такого прикосновения иглы, которая загнута. И, скорее всего, настройка иголки ухудшится. Вы должны об этом помнить. И вот таким вот, это не кисточка, которую вы в стакан макаете, а вот аккуратно, просто вы должны дать возможность носику машинке втянуть в себя пигмент, причем немного. Вам хватит, если вот появится, вы будете визуально видеть, примерно до половины вот этой вот части носика. Больше не надо, не пытайтесь втянуть прям много, потому что тогда он, когда вы начинаете работать, стекает каплей повисать тоже может, и пачкать вам, и мешать работать. Поэтому вот примерно до половины вам хватит на примерно пол латекса. Когда вы настроите полностью машинку, вы должны убедиться, что она работает корректно. То есть она не поливает пигментом, не нужно слишком сильно давить, что аж вот весь стол трясется. Просто легкое прикосновение оставляет нормальный, хорошо видимый след. Модуль не дребезжит и не сваливается. И на разных скоростях она вам, в принципе, выдает нормальный рисунок. Для этого вы делаете 5-6 линий, чтобы понять, что все работает корректно. Не поливает, не царапает, не рвет латекс. Вам не нужно прикладывать слишком сильное усилие. Вот такое простое задание. И будем считать, что вы первый урок и как работать с машинкой все освоили, у вас все получилось. И пора переходить к следующему уроку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.